пышнее, воздушнее, мягче и легче булочки не существует посмотрите какая нежнятина у нас получилась и вот так вот она выглядит в разломе готовьте, радуйте своих родных и близких ну а если вам нравятся подробные пошаговые рецепты подписывайтесь на мой канал обязательно поставьте лайк и мы вместе будем готовить вот такие потрясающие кулинарные шедевры поехали всем привет, с вами Домашняя Кулинария сегодня у нас бесподобный рецепт выпечки к чаю для которого понадобится дрожжевое тесто для начала в мою миску я выливаю 200 мл молока молоко у меня теплое, приблизительно температура 35-37 градусов или можно просто проверить пальцем, должно быть приблизительно температура нашего тела сюда же я добавляю чайную ложку с горкой дрожжей это 6 граммов дрожжей ну а также нам понадобится 3 столовые ложки сахара это 60 граммов сахара все это немного перемешаем до растворения сахара ну а также нам понадобится 2 яйца я отделяю 1 желток для того, чтобы смазать нашу выпечку а все остальное добавляю в миску все хорошенько перемешаем а теперь я одним махом добавляю муку сюда же пол чайной ложки соли добавляем ванилин все ингредиенты соединяем и в самом конце добавим растопленное сливочное масло ну а теперь мы добавляем растопленное сливочное масло и вмешиваем масло в тесто сначала тесто немного расслаивается после чего очень легко и быстро вмешивается в тесто все масло мы вмешали тесто тесто получается очень мягким и липким вот так вот оно прилипает к рукам покрываем миску салфеткой ставлю в теплое место на 60 минут тесто отдохнет, поднимется и увеличится в объеме и после того, как поднимется тесто непосредственно перед формовкой мы приготовим начинку тесто уже поднялось поэтому мы быстро приготовим начинку я взяла творог, куда добавляем 3 столовые ложки сахарной пудры сюда же я добавляю 1 столовую ложку крахмала нам понадобится 1 яйцо и обязательно добавляем ванилин все это хорошо перемешаем и наша начинка готова ну такая начинка у нас получилась и мы переходим к тесту а теперь посмотрите как поднимается тесто с таким тестом выпечка получается воздушная как облако сделаем легкую обминку тесто ни в коем случае не забивайте мукой вот такой палобок у нас получается тесто очень нежное и я разделю его на 12 равных частей вы можете просто закатать в колбаску и поделить на 12 а можете сделать так как я сначала на 4 части после чего каждую четверть я делю вот так вот на 3 равные части и каждый сектор круга вот так вот закатываем в шарик ну вот такие красивые колобки теста у нас получились а теперь я беру самый первый и можно вот прямо так пальцами растянуть а можно немного раскатать скалкой вот так вот немного пальцами растянула тесто в небольшой пласт а теперь я с одного края вот так вот выкладываю начинку и заворачиваем рулет ну вот такой вот рулет у нас получился я его откладываю и продолжаю формовать вы можете руки смазать растительным маслом но ни в коем случае не забивайте тесто мукой чтобы наша выпечка была легкой и воздушной и снова растягиваю тесто в прямоугольный пласт с одного края я выкладываю начинку и заворачиваем рулет закрепляем вот так вот край и немного раскатываем ну а я продолжаю формовать я закончила формовать трубочки а теперь берем самую первую пока мы формовали наши заготовки стали очень эластичными и можно придавать любую форму ну а я просто беру каждый конец вот так вот пальцами немного надавливаю и два конца вот так вот соединяем мы получаем булочку в форме кольца ну вот такую булочку в виде кольца мы получаем можно свернуть в виде восьмерки можно оставить в таком виде я эту заготовку перекладываю на противень предварительно смазанную растительным маслом и таким образом мы берем каждую трубочку на один конец вот так вот надавливаем и соединяем со вторым концом получается легко просто и быстро ну а я продолжаю формовать я заканчиваю формовку булочек все заготовки переложу на противень и покажу что у меня получилось вот такая красота у нас получилась пока мы закончили формовать первые заготовки уже немного подошли но при этом мы обязательно покрываем все салфеткой и оставляем булочки на расстойку на 20-30 минут 20 минут на кухонном столе посмотрите как выглядят наши заготовки и последнее что нам осталось мы берем желток что оставили от нашего рецепта и разбавляем с небольшим количеством воды или молока после чего вот так вот аккуратно все смазываем желтком ставлю противень в духовку при температуре 180 градусов на 25 минут и обязательно в конце покажу что у нас получилось пышнее и воздушнее булочки не существует они очень легкие мягкие и нежные вот такая супер-пупер выпечка у нас сегодня получилась к чаю готовьте радуйте своих родных и близких ну а если вам понравился наш сегодняшний рецепт вы подписывайтесь на мой канал ставьте лайк нам очень важна обратная связь и делитесь рецептом в соц сетях всегда ваша всегда с вами домашняя кулинария пока